Победа республиканцев на промежуточных выборах в Соединенных Штатах будет иметь несколько существенных последствий. Во-первых, республиканцы традиционно, а в сегодняшней международной обстановке тем более, будут выступать за повышение военных расходов Соединенных Штатов. Во-вторых, традиционно, но сегодня тем более, республиканцы будут выступать за увеличение бюджетов специальных служб Соединенных Штатов. Что касается внутренней политики, они, как обычно, выступают за сокращение социальных расходов. Теперь американцы будут в общей массе голосовать за более радикальные решения, за более частое применение силовых методов. И, конечно же, для мира и для России в частности это очень опасно. Конечно же, те новые сенаторы и конгрессмены, которые попали в законодательную власть, будут выступать за вооружение Украины. Например, без всяких препятствий, без всяких условий, но также за вооружение Грузии, за дальнейшее вооружение Прибалтики. Вероятнее всего, разработка нового плана в отношении России началась в 2012 году. Тогда, после того, как Владимир Путин возглавил Россию вновь, в Вашингтоне стало понятно, что перезагрузка с ним работать не будет. И нужно придумывать что-то гораздо более агрессивное. Однако уже сегодня мы можем распознавать отдельные аспекты того самого плана, который применялся и в 80-е годы. Это, конечно же, давление на цены на нефть. Это, конечно же, противодействие поставкам российского газа в Западную и Восточную Европу. Это противодействие строительству российских трубопроводов. Это конфликты на периферии, которые развязываются. Сегодня это Украина. А в 80-е годы, кстати говоря, Вашингтон решил работать через Польшу. Сегодня же Соединенные Штаты пытаются атаковать Россию из русского мира, то есть через Украину. Конечно же, санкции являются также частью этого плана. И здесь санкции связаны с Украиной только по времени. И Украина служит только предлогом. И следующий раунд санкций, который, возможно, будет наложен на Россию, был бы наложен в любом случае вне зависимости от российской позиции по выборам в Новороссии или по любому другому украинскому вопросу. Безусловно, будут строиться дальнейшие препятствия экспорту российских углеводородов. Но в этом отношении у нас существует достаточно возможностей, достаточно других направлений для экспорта. Возможно, будут дальнейшие и точечные удары по каким-либо важным персонам в российском государстве. Так что можно быть уверенными, что в покое Россию не оставят.